Добрый день! В этом видео я расскажу, как собирается головоломка BrickCube или куб-кирпич. Также можно встретить ее под названием CaseCube или удлиненный FisherCube. По сути, эта головоломка является шип-модом кубика 3х3. Несмотря на форму пролепипеда, этапы сборки все точно такие же, как на обычном кубике 3х3. Но так как эта головоломка является удлиненным FisherCube, здесь есть все особенности головоломки Fisher. Помимо прочего, есть некоторое сходство с мельницей. Попозже я расскажу, почему. Строение этого кирпичика достаточно интересное. Мы видим здесь два стандартных центра – белый и желтый, два оранжевых центра и два красных центра. Все центры имеют одну наклейку, соответственно, один цвет. Особенностью является то, что два красных центра и два оранжевых центра. Ребра верхнего и нижнего слоя все однотипные и состоят как бы из двух элементов. На самом деле это видимость, это один целый элемент, но это разрез фиктивный. То есть по нему головоломку вращать нельзя. То есть вот этот элемент – это ребро. Бело-красное. Такое же здесь – бело-красное. Бело-оранжевое. Бело-оранжевое. И такие же ребра на желтой стороне. Ребра среднего слоя более разнообразные. Одноцветное – оранжевое. Одноцветное – красное. Как бы из двух сегментов состоящее синее. Опять этот разрез фиктивный. На самом деле это один элемент. И такое же одноцветное – зеленое. Тоже с фиктивным разрезом. То есть это больше создает видимость сложности головоломки. На самом деле целый элемент. Углы здесь двух типов. Маленькие уголки. Вот красно-желтый. И оранжево-желтый. Такие же маленькие – бело-оранжевый. И бело-красный. Находятся они вот здесь. И крупные углы, которые на первый взгляд состоят из трех элементов. Но опять же это один единый элемент. То есть вот это угол. Бело-зеленый. Такой же бело-синий. И с другой стороны – желтые. Синий – желтый. И зелено-желтый. Определившись с этим, головоломка собирать станет гораздо проще. Превращение головоломка меняет свою форму. И поэтому пугает многих начинающих спидкуберов. На самом деле сложного здесь ничего нет. Как и во всех простых шейп-модах 3х3, сборку начнем с креста. Выберем для этого опять же белый центр. Хотя можно выбрать и желтый. Начинать с других, наверное, будет неудобно. Либо белый, либо желтый. Кому как нравится. Как мы уже помнили, вот этот псевдо-двойной элемент – это ребро. Ну и соответственно это ребро нужно поставить рядом с центром. Вот одно у нас уже стоит. Ищем другое. Доходим вот здесь вот сверху еще одно оранжевое. Как мы помним, у кирпича была одна оранжевая стенка. Даже два вот этих ребра оранжевых должны стать частью одной стенки. Просто опустим это ребро вниз и посмотрим, что получится. Видим, что вот начинает прорисовываться форма прямоугольника. Найдем теперь два бело-красных ребра. Видим одно. И второе. Любыми способами устанавливаем к белому центру. И вот получаем такую конструкцию. Мы видим два бело-оранжевых ребра создали длинную сторону прямоугольника. А два красных ребра, ну вроде как короткую. То есть если вот здесь вот продолжить, то получится короткая сторона. Это говорит о том, что мы собрали крест неправильно. То есть вот эти два красных ребра должны стать вот так вот. Образуя длинную сторону прямоугольника. Теоретически мы можем и переставить вот эти оранжевые ребра в такое же положение. Но тогда у нас верхний слой не соберется. И верхний, и второй слой. Но у нас будут неправильно расставлены центры. Цвета не будут совпадать. Поэтому положение вот этих усов креста здесь единообразно. По-другому собирать не нужно. Переставим. То есть вот это ребро я поставлю на место вот этого. Ну а это соответственно сюда. И вот теперь присмотримся. Вот уже форма прямоугольника вырисовывается. Обращаем опять внимание. Два оранжевых цвета и два красных цвета. Никак иначе. Крест мы собрали, но теперь его нужно выровнять под своими центрами. Вот видим оранжевый центр. Видим красный центр. Оранжевое ребро совпадает. Красное ребро совпадает. Проверяем остальные. Оранжевое, красное. Нам повезло. Если бы было не так. К примеру, вот здесь вот. Красный, красный. Оранжевый, красный. Это пришлось бы менять. То есть выравниваем. Оранжевый под оранжевым. Красный под красным. Видим, что по форме вот эти центры совпадают. Вот эти нет. Ну, так же, как и эти. Как и во всех шипотах 3х3, в которых центры нужно ориентировать, развернем этот центр как раз на этом этапе. На этапе сборки креста. Для этого поднимем белое ребро наверх. Отведем в сторону. Повернем центр в нужное положение. Смотрим, вот так вот не совпадет. Повернем вот таким образом. Совпадает. И опускаем обратно вниз. Вот у нас уже два красных центра расположены правильно. Идем дальше. Оранжевые центры. Повторяем процедуру. Поднимаем ребро вверх. Отводим в сторону. Разворачиваем центр. Все совпадает. Ставим на место. Эти крупные углы сильно отвлекают внимание. Но пугаться их не стоит. Завершаем с четвертым центром. Все точно так же. Отводим. Поворачиваем. Возвращаем. И опускаем вниз. Проверяем. Вот у нас белый крест. Оранжевые совпали. Красные совпали. Правильный крест собран. Теперь остается собрать первый и второй слой. Здесь все собирается точно так же, как у Фишера. Вот здесь должен располагаться бело-оранжевый уголок. Давайте его поищем. И он найдется, на удивление, вот здесь. Одним пив-пафом мы его отсюда достанем. И подводим над своим местом. То есть он должен располагаться вот здесь. Белый цвет направлен вправо. Делаем один пив-паф. Все, кто умеет собирать кубик 3х3, должны пив-пафом уже владеть. Если вы не умеете собирать 3х3, то, наверное, за это в головоломку браться пока не стоит. Лучше сначала 3х3 изучить. Видим такой же белый-красный. Ну и сразу поставим его на место. Вот он должен стоять здесь. Ставим. Здесь все просто. С красным и с оранжевым. Поэтому я с них и начал. Далее, здесь должны стоять большие уголки. Вот этот бело-зеленый. И вот здесь должен быть бело-синий. Легко перепутать, где какой должен стоять. К примеру, вот этот бело-зеленый угол я могу легко поставить сюда. Вот он легко ставится. Вот этот бело-синий угол. При помощи обратного пив-пафа. Я устанавливаю сюда. И как бы все хорошо. Проверяем цвета. Белый, оранжевый, синий. То есть, как на стандартном кубике 3х3. В кирпиче нет ни одного элемента для ориентира по цветам. То есть, если в кубике 3х3 можно взять один уголок, бело-оранжевый, синий. И по нему сориентироваться, в каком порядке располагаются цвета. То здесь такого элемента нет. То есть, максимум двухцветные элементы, трехцветных нет совсем. Проверяем. Все вот так. Значит, хорошо. С другой стороны, у нас бело-красно-зеленый цвет. Проверяем. Бело-красно-зеленый. Ну, либо нужно помнить расположение цветов, либо сверяться по кубику 3х3. К чему я это говорю? Просто ничто мне не мешает вот этот бело-зеленый элемент установить сюда. Вот этот бело-синий установить на это место. И все так же будет смотреться гармонично. И мы даже сможем собрать второй слой. Но, если мы сделаем так, а это уже привет от головоломки мельница, то у нас верхний слой не соберется. Мы получим паритет, в котором нужно переставлять два угла. Что для кубика 3х3 невозможно и недопустимо. А все из-за того, что будут неправильно поставлены вот эти вот пары. То есть, вот этот угол и сверху еще ребро. Вернем все на исходную позицию. Устанавливаем бело-синий. И бело-зеленый. Сборка второго слоя здесь достаточно проста. Применяется стандартный алгоритм из кубика 3х3 по методу для начинающих. Единственное, что здесь не стоит применять алгоритмы под названием ромашка либо лесенка, которые разворачивают центры. На стандартном кубике 3х3, если ребро нужно установить сюда, мы делали обычный алгоритм. Отводили в сторону, поднимали правую грань, возвращали, возвращали. Получалась пара. Отводили в сторону, поднимали переднюю грань, вставляли пару, возвращали. В случае симметричной ситуации делали зеркальный алгоритм. Это ребро нужно установить влево, поэтому отведем в другую сторону, поднимем левую грань, вернем, вернем. Получается пара в сторону, поднимаем переднюю, возвращаем пару на свое место и ставим переднюю грань на место. Здесь мы делаем все то же самое. Вот ребро, которое нужно установить вот сюда. Размещаем его на своем центре. Можно над этим, можно над этим. В зависимости от того, какой алгоритм вам делать удобнее. То есть можно и отсюда, и отсюда. Отводим в сторону, поднимаем правую грань, возвращаем, возвращаем. Вот получается пара. Отводим в сторону, поднимаем переднюю грань, вставляем сюда пару и опускаем. Это ребро уже стоит на месте, поэтому перейдем к крупным треугольным ребрам. Видим вот здесь синий. Его, опять же, можно разместить как здесь, так и здесь. Неважно, потому что синего цвета все равно нет. Если раньше, то здесь красный. Давайте разместим здесь, чтобы делать через правую руку. Отводим в сторону, поднимаем, возвращаем, возвращаем. Получилась вот такая здоровая пара. Отводим в сторону, поднимаем переднюю грань, вставляем пару, возвращаем на место. И вот уже что-то похожее. Ищем следующее ребро. Вот оно, зеленое. Делаем все то же самое. Отводим, поднимаем, возвращаем, возвращаем. И эту пару ставим на место. Поскольку у кирпича много общего с кубиком Fisher, я покажу, как здесь легко можно решать все это при помощи F2L. То есть, речь идет о первых двух слоях. У нас, опять же, собран правильный крест. И начинаем искать пары. Первый, который видно, вот это бело-красное. Ее можно решить, как при помощи трехходовки. Так можно совместить таким образом. Как удобно. Ну, естественно, удобнее при помощи трехходовки. Здесь всего лишь три хода. Располагаем уголок над своим местом. Вот у нас здесь ребро. Делаем вот эти три хода. Пара на месте. Легко и приятно. Видим аналогичную ситуацию у бело-синией пары. Помним, что белый, красный. Здесь должен быть зеленый. Значит, синий должен быть здесь. Белый, оранжевый, синий. Угол ребра. Загоняем. Гораздо быстрее получается. Видим, вот, белая-зеленая пара, бело-оранжевая пара. Давайте, чтобы все случаи рассмотреть. Разобьем вот эту бело-оранжевую пару. И получаем пару, у которой уголок белым цветом смотрит вверх. Чтобы ее решить, размещаем, как обычно, ребро над своим центром. И здесь неважно, в какую сторону опускать, поскольку ребро симметричное. То есть, оба слота вот эти свободные. Опускаем куда-нибудь. Подгоняем сюда вот уголок. И получаем пару. Ну, пару уже устанавливаем на место. Вот место пары. Просто сюда загоняем. Ну, и осталось у нас белый-зеленый угол и зеленое ребро. Давайте решим таким образом. Опустим уголок. Подгоним ребро. Получим пару. И пару поставим на место. Два слоя собраны. И нам остается собрать, ну, крест хотя бы на верхнем слое. Но что мы видим? Мы видим желтый центр и только одно ребро, которое подходит к этому центру. Если мы попытаемся сделать какой-нибудь алгоритм. Ну, к примеру, обычную палку. Front. Thief-puff. Front-штрих. То крест у нас не получится. То есть, раз ребро, два ребро, три ребро. Это стандартный случай псевдопаритета, который присущ любым угололомкам, у которых симметричные ребра. На кубике 3х3 это равносильно вот такой ситуации, когда одно ребро стоит неправильно. И сверху у нас крест таким образом не соберется. Опять же, вот сделаем палку. Вот крест с тремя усами. Что делать в этой ситуации? Уже много раз показывал в разных видео. Можно либо установить какое-то ребро на это место. То есть, к примеру, вот это поставим вот сюда. Как стандартной методики 3х3. И потом вот это ребро установить на место. Либо при помощи F2L решить вот эту пару. Выгоняем пару наверх. Отводим назад. Разбиваем на трехходовку. И загоняем как трехходовку. Ничего нового, ничего удивительного. То есть, здесь я разверну какое-нибудь ребро. То есть, это, вот это, вот это или вот это. Не важно. Ну, давайте выберем какое поменьше, чтобы крупные элементы сверху не вращались. То есть, вот я выгоняю пару. Отвожу ее назад. Вот она. Разбиваю. Получаем такой как бы трехходовку. Которую визуально не отличить от обычной пары. И загоняю как трехходовку. Как бы на втором слое ничего не поменялось. Но зато здесь мы встречаем обычную галку. И дальше решаем все так же, как в стандартном кубике 3х3. Ну, лишь понимая, что вот это вот ребра, это центр, ну, углы. Такие вот. Одни маленькие, другие большие. Если у нас галка, мы решаем при помощи двух пиф-пафов, либо одного обратного. Можно также сразу выполнить алгоритмы O и L для тех, кто ими владеет. Я сделаю для начала галку. Вот он, получился крест. Здесь мы видим, что вот этот уголок, получается, правильно ориентирован. А вот эти три нет. Если немножко присмотреться, то можно понять, что это рыбка. Обычная рыбка. Ну, точно такая же, как на кубике 3х3. И решается таким же алгоритмом. Если вы не знаете O и L, вы можете, как и прежде, опрокинуть желтую гранью налево и делать пиф-пафы. Если желтый элемент направлен вверх, делать 4 пиф-пафа. Если направлен назад, то сделать 2 пиф-пафа. Ну, в данном случае я просто сделаю рыбку. Рыбка. Алгоритм для этой головоломки необязательный. Но если вы умеете собирать 3х3, то это один из самых первых алгоритмов, которые стоит изучить, если вы хотите собирать быстрее. OLL собран. То есть на желтой грани все элементы ориентированы правильно. Осталось их переставить. И здесь можно, конечно, попробовать использовать алгоритмы PLL, но некоторые из них разворачивают центры. Поэтому лучше выполнить перестановку элементов верхнего слоя в два этапа, как в методе для начинающих. То есть сначала переставить ребра по местам, а потом уже углы. Давайте посмотрим. Вот это угол. Нам он пока не интересен. Вот красное ребро, оно стоит над своим центром. То есть стоит правильно. Оранжевое ребро стоит неправильно. Вот это оранжевое ребро правильно. И вот это красное неправильно. У нас получается два ребра напротив, которые стоят правильно. То есть в этом случае мы можем дважды выполнить стандартный алгоритм из метода для начинающих. Вот этот ребра переставится, и можно будет найти два элемента, которые встанут на свои места, красный и зеленый. И сделать алгоритм еще раз. И тогда все ребра встанут по местам. Либо использовать алгоритм ТПРМ, который был в конце моего обучающего видео по 3х3. И переставляет за раз вот эти два ребра. То есть вот эти два стоят правильно, а эти нужно переставить. Берем спереди и сзади правильно стоящие. И делаем алгоритм. Пиф-паф. R' F. R2. U' R' U' R' U' R' F'. И все ребра встанут по местам. То есть этот алгоритм безопасен для центров на головоломках, которые имеют сложную форму. Я выполню здесь ТПРМ, спиф-паф, R' F, R2, U' R' U' R' F'. Ну и смотрим. Красный на месте, второй красный на месте, оранжевый на месте и оранжевый на месте. Все ребра стоят по местам, осталось переставить углы. Смотрим. Ну, уже по форуме видно, что ни один из них на месте не стоит. Значит, мы должны взять кубик с желтой гранью к себе и прокрутить стандартный алгоритм. Как раз такая же ситуация на кубике 3х3. Желтой гранью берем к себе. Ни одного угла на месте нет. Крутим алгоритм. R' U' R' D2, R' U' R' D2, R2. И у нас появляется уголок. Ну и соответственно, берем этот уголок, правильно стоящий, слева и крутим алгоритм еще раз. R' U' R' D2, R' U' R' D2, R2. И тогда кубик соберется. Ну, если он не собрался с первого раза, то можно прокрутить еще раз, либо использовать изначально обратный алгоритм. Неважно, каким углом брать в какую сторону, главное, чтобы желтая грань была направлена к нам. Ну, к примеру, сделаем вот отсюда. R' U' R' U' R' D2, R2. Видим, что у нас вот этот красный уголок встал правильно. Вот эти три оставшихся нужно переставить. Располагаем правильно стоящий уголок слева, спереди. Вот у нас как бы желтый крест. И делаем еще раз этот алгоритм. R' U' R' D2. R' U' R' D2, R2. Все. Кирпич собран. Не сложно, на самом деле, головоломка, если изначально правильно собрать крест и первые два слоя. Дальше уже дело техники. То есть здесь важны моменты, что крест, когда мы собираем первый, это вот эти красные и оранжевые элементы должны составлять сторону прямоугольника, причем длинную сторону. То есть красные цвета должны смотреть в одну сторону, оранжевые цвета тоже. И, соответственно, помним расцветку. Бело-красно-зеленый, как на кубике 3х3. Здесь должен стоять зеленый угол. Ну, соответственно, с противоположной стороны синий, белый, оранжевый, синий. Поначалу можно сверяться с расцветкой кубика 3х3. Иначе потом наверху не соберется. Если неправильно расположить вот эти вот пары, зеленые и синие, то можно прийти вот к такой ситуации, где вроде как первые два слоя собраны, все хорошо и красиво. Но наверху собрана одна сторона, собрана вторая сторона. А вот эти углы не собираются. И как мы не стараемся, на место они не становятся. То есть даже прокрутим алгоритм для перестановки углов. Лучше не станет. Два угла стоят на месте, а два нет. Все из-за того, что вот эти цвета собраны неправильно. Синий и зеленый нужно поменять местами. Белый, красный, синий. Должен быть зеленый. Если следить за расположением цветов, то такой ситуации не получится. И решить вот такое можно только пересобрав вот эти элементы. Если изначально неправильно собрать усы креста, то есть вот я собрал красный и красный, на противоположной грани смотрят. Да, так же как оранжевый и оранжевый. Тут уже так же два слоя на что-то похожи, хотя уже оранжево-красные стенки появляются. Но сверху, как ни старайся, до конца мы все равно не соберем. Только если правильно расставить все элементы. Если у вас получается вот такое, значит неправильно собран крест. Самый-самый первый крест. Значит нужно переставить и пересобрать. Это все особенности данной головоломки. Достаточно несложно, если быть немножко внимательным. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...